В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Нефть выше нормы. Газпромнефть Муравленко удалось перевыполнить план по добыче черного золота. Подвели итоги прошлого учебного года и определили задачи нынешнего. Педагоги собрались на традиционном августовском совещании. Как пройти медосмотр, если на прием к врачу попасть невозможно? Жители города жалуются на работу офтальмолога в детской поликлинике. Народная линия компании Муравленко ТВ продолжает свою работу. До выборов губернатора Тюменской области осталось 11 дней. Сегодня в Муравленко началось досрочное голосование. Процедура эта касается тех, кто по объективным причинам будет отсутствовать в городе в единый день голосования 14 сентября. Избиратели вправе проголосовать досрочно в период с 3 по 13 число. В эти дни 10 избирательных участков будут работать в будни с 17 до 21 часа и в выходные дни с 10 утра до 6 часов вечера. Процедура досрочного голосования закрыта. Бюллетень с голосом запечатают и вскроют лишь вечером 14 сентября, когда все избирательные участки завершат работу и приступят к подсчету голосов. Осуществить досрочное голосование можно тем людям, которые по уважительным причинам, таким как отпуск, командировка, режим трудовой учебной деятельности, болезнь, не смогут 14 сентября посетить избирательный участок. Поэтому для них есть возможность проголосовать досрочно с 3 по 13 сентября на своих избирательных участках. Газпромнефть и Муравленко удалось перевыполнить план по добыче. С начала года предприятие добыло почти 8,5 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Это почти на 420 тысяч тонн больше цифры бизнес-плана. Увеличился план и по добыче природного газа. Все подробности у Светланы Грачевой. Нефть свыше нормы, стабилизация добычи и вовлечение трудноизвлекаемых запасов – приоритетная задача Газпромнефть-Муравленко. С начала года на месторождениях предприятия добыто 5 миллионов 347 тысяч тонн черного золота. Используя грамотное планирование, бизнес-план перевыполнили на 300 тысяч тонн. Выполнение ГТМ, ввод новых скважин, основной прирост получили по данному мероприятию почти 200 тысяч тонн перевыполнения по вводу новых скважин. Дополнительной опцией стабилизации добычи нефти станет разработка Волентойского и Пикутинского месторождений. Что касается добычи природного газа, то оно тоже в плюсе – почти 2,5 миллиарда кубометров. А уровень утилизации попутного на каждом месторождении достиг отметки свыше 95%. Нефтяники Муравленко уделяют огромное внимание экологической безопасности. Реализуются программы по рекультивации земель и утилизации бурового шлама. А для последующей более качественной проработки поставленных задач в этом году в «Газпромнефть» Муравленко создали новую структурную единицу – Управление по экологии. 14-й год для всей компании «Газпромнефть» – это приоритетный год в плане экологии и промышленной безопасности. То есть данное направление – это приоритетный текущий момент. Разработан и реализуется большой комплекс мероприятий в области промышленной безопасности и природоохранной деятельности. Но помимо активной производственной деятельности «Газпромнефть» Муравленко не забывает и о социальных аспектах жизни горожан. Программа социальных инвестиций «Родные города» активно реализуется и уже давно доказала себя в деле. Это поддержка коренных малочисленных народов Севера, выделение грантов некоммерческим организациям на развитие проектов и строительство социальных объектов. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». В городе ведется активная подготовка к предстоящим праздникам. Компания «Газпромнефть» Муравленко в преддверии 30-летия города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности подготовила множество сюрпризов. Так, в этом году компания взяла на себя обязательства по полной замене баннеров в городском сквере. Кроме того, на средства, выделенные «Газпромнефть» и «Муравленко», оформляют городской стадион. В должный вид приведут сцену, а также установят растяжки на трибунах. На городском стадионе состоится главное спортивное событие сезона – соревнование по футболу на Кубок губернатора Ямала. Сюрпризом для болельщиков и игроков 6 сентября станет игра ветеранов футбольного клуба «Зенит-84» и футболистов «Муравленко». Выезд профессиональной команды организован компанией «Газпромнефть». Традиционно нефтяники организовывают для муравленковцев и гостей города выступления профессиональных артистов. Компания «Газпромнефть» привозит 7 числа и организовывает концерт Олега Газманова. Я думаю, что это такой исполнитель, которого любят слушатели разных поколений. И мы очень надеемся, что концерт будет хорошим, всем понравится и все останутся довольны. Ну и, конечно же, не останемся мы без праздничного фейерверка, который также традиционно организовывает компания «Газпромнефть» «Муравленко». В ночь на 3 сентября город Муравленко принял первых вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей Украины. В город организовано прибыли 128 человек, в том числе 40 детей. Напомним, комиссия по приему и организации пребывания беженцев с Украины на Ямале возглавляет глава региона Дмитрий Кобылкин. Квота определена постановлением правительства России 22 июля. В документе названы 69 регионов России, в том числе Ямал-Нинский автономный округ. Как сообщалось ранее, регион готов принять 975 украинских граждан, вынужденных покинуть свою страну из-за военных действий. Эта цифра определена федеральной квотой. В «Муравленко» прибывших распределили в пунктах временного размещения. Финансирует пребывание беженцев на территории Янау федеральный бюджет. Ежедневно на каждого переселенца выделяется 800 рублей. Средства не воплачиваются наличными, а направляются на проживание, питание и транспортные расходы. В пунктах временного размещения граждане Украины обеспечены продовольствием, предметами первой необходимости, медико-психологическим, информационным сопровождением. Для них организовано полноценное горячее питание. Определены лица и структуры, ответственные за организацию питания, проведение обязательного медицинского освидетельствования и оказание медицинской помощи, а также юридических консультаций, перевода, нотариального и иного оформления документов и всех прочих многочисленных мероприятий, связанных с прибытием граждан Украины. Доступность качественного образования, условия и возможности для развития – это стало очередной темой ежегодной традиционной августовской конференции. Более четырех часов педагогическое сообщество города совместно с представителями Департамента образования Ямала обсуждали итоги прошлого учебного года и задачи предстоящего. Подробности у Эльвировали Ахметовой. Августовское совещание – особая педагогическая традиция. Тема очередной конференции достаточно актуальна. Это своеобразный отчет о проделанной работе за год по выполнению рекомендации августовской конференции прошедшего года и определении основных приоритетных направлений. Действительно хочется, чтобы система образования города Муравленко продолжала удерживать такие, ну не буду говорить лидерские, но тем не менее достойное место занимать на образовательной карте нашего округа. Задача современного образования – достижение качества. Это находит отражение в особенностях нового закона об образовании. Подводя итоги деятельности региональной системы образования за 2013-2014 учебный год и отмечая основные направления на предстоящий, первый заместитель директора Департамента образования Ямала Марина Кровец подчеркнула, что сегодня происходящие изменения заставляют перепроектировать весь образовательный процесс. На мой взгляд, мы еще до конца не понимаем ресурса, который дает закон образования, потому что мы лишь только некоторые аспекты там увидели и пытаемся их реализовать, разрабатывая различные концепции, карты, проекты и так далее. При этом это очень большая работа. Прошло небольшое время, а уже многое разработано. Итоги года от результата к следующему шагу. Каким он должен быть? Начальник управления образованием Марина Снычева рассказала об этом в своем докладе, основываясь на мировом опыте, отмечая при этом, какую позицию занимает Россия сегодня в тех или иных рейтингах. Очень хорошо мы смотримся, например, в рейтинге инновационного развития. Тоже неплохо. 49 место. Но если рассмотреть на результаты исследования, то говорят о том, что очень много проблем, оказывается, у нас возникает и мешает инновациям. Совершение института, где мы на 88-м месте по критерию этого. Или низкие показатели результатов творческой деятельности, где мы на 72-м месте. А это тоже основа образовательная. Основные моменты образовательного процесса обсудили за круглыми столами. Педагоги говорили о муниципальной системе оценки качества образования, апробации новых форм, концепциях и новых возможностях развития дополнительного образования, о безопасных условиях в учреждениях и не менее животрепещущей теме, о результатах ГИА и ЕГЭ. Об их критериях можно говорить долго и много. Мы видим варианты, соответственно, которые предлагаются ребятам в качестве заименационных. То есть два-три варианта, они посильны. Один вариант – просто педагогов, он у нас самих постоял в тупик. То есть они не однозначны, не равнозначны по содержанию и по уровню сложности. Проблемы обозначены, а значит, пути и выходы их решений нужно искать вместе, сообща. Каким станет предстоящий учебный год для педагогов и учащихся, покажет время. Однако стоит понимать, что наступивший век символизирует собой эпоху науки и знаний, высоких технологий, инноваций, социальных и культурных изменений. И все это требует соответствующего уровня образования, которое позволит обеспечить умение профессионально ориентироваться в стремительно меняющихся условиях жизни. Эльвира Валя Ахметова, Сергей Кириченко, телерадио-компания «Муравленко-ТВ». Народная линия компании «Муравленко-ТВ» продолжает свою работу. Родители юных горожан попросили нашу съемочную группу приехать в детскую поликлинику и посмотреть, какая очередь образовалась к врачу-офтальмологу. Моя коллега Надежда Деминова не просто увидела все своими глазами, но и попыталась разобраться в ситуации. Когда наша съемочная группа приехала в детскую поликлинику, в очереди к окулисту стояло больше 30 человек. Многие пришли сюда к началу приема, но и через два часа к врачу не попали. Оксана с маленьким сыном не может пройти медосмотр уже несколько недель. В понедельник деткам всем в садик, мы приходим третий раз. Такая очередь постоянно, пройти не можем. Офтальмолог в детской поликлинике работает на полставки. Медосмотры проводят только по вторникам с 8 до 11 часов, но этого времени на всех пациентов, как видно, не хватает. Нас сказали, что проходить по общему старталону, а сегодня мы пришли на даталончике, оказывается. И вот пришли люди с талончиками, а мы сидим с детьми маленькими. То, что выбивать отдельные статталоны к специалистам во время прохождения медосмотра не нужно, подтверждает и листок с информацией для пациентов, который размещен в регистратуре. Однако врачи стоят на своем. Специалисты сами ввели талоны в среди недели, не предупредив. И получилось, что часть уже родителей, которые имели информацию, допустим, с понедельника-вторника, о том, что введены талоны, даже они ее и не знали. И поэтому получилось наслоение. Чтобы это исправить, было решено продлить прием на один час. За это время доктор успела принять практически всех, кто был в очереди. Вместе с тем, как отмечает руководство поликлиники, такой наплыв пациентов в конце августа-начале сентября происходит ежегодно. В том, что очередь именно в августе такая большая, виноваты в какой-то степени и сами родители. О том, что их дети пойдут в школу и в детский садик, они знали заранее. И поэтому этот медосмотр и оформление специальных форм 26-х для детских учреждений, они могли пройти в марте, апреле, в мае месяце и спокойно все оформить. Для того, чтобы сократить очереди к врачам во время прохождения медосмотров, в поликлинике решено ввести талонную систему повсеместно, а также немного изменить график приема специалистов. Так, например, самых маленьких пациентов автальмолог будет принимать специально отведенное для этого время. Талоны на прием к врачу на следующую неделю в регистратуре поликлиники можно будет получить уже в эту пятницу. Записаться на прием к автальмологу можно через электронную регистратуру. Переходим по ссылке на сайте городской больницы. Выбираем детскую поликлинику, специальность автальмология. Как видим, на этой неделе свободные талоны еще есть. Осталось только выбрать подходящее время и внести необходимые данные. Надежда Деминова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Главное богатство Муравленко – это его жители, которые в далекие 80-е разглядели романтику в сыровом северном климате, в непростых условиях труда и решили остаться здесь. Создавали семьи, обустраивали быт, мужественные, яркие и одаренные люди построили комфортный и уютный городок. Корреспонденты еженедельника предлагают своим читателям окунуться в атмосферу тех лет, когда все только начиналось. Вспомнить события, которые стали основополагающими в истории развития города. Материалы «Помним и гордимся прошлым, уверенно смотрим в будущее» представлены на 4, 5, 12 и 13 полосах издания. Это были лишь выдержки издания. Подробности читайте в 36-м номере газеты «Наш город» от 4 сентября. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски доступны в интернете на официальном сайте города – муравленко.ком и на сайте нашей компании – муравленко.тв. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь.